всем доброе утро лазаревская 29 ноября я иду по улице павлово к морю как и обещал погулять в районе шторма отеля шторма кавказа покажу вам что да как специально включил камеру чуть чуть пораньше чтобы объяснить вам и показать еще раз что даже машинки здесь спокойненько стоят что море не зашло далее наверно 100 метров от берега сюда немножко вот вынесла просто воды грязные это мусора досточек и всяких и не более того ну и конечно же расскажу вам что службы уже давным давно приступили к наведению порядка я лично сам еще еще в день так сказать шторма века наблюдал как городские власти глава лазаревского района здесь инспектировал то есть не сидел где-то в кабинетах ходил осматривал принимал решение раздавал указания так что власть у нас работает оперативно до работы много но это все поправимо скажем так мы находимся сейчас вот рядом с надписью фаворит здесь была кафешка такой павильончик его убрали убрала море в районе прибоя уже порядок и чистота практически есть еще много конечно проблем но это все уберется я даже не сомневаюсь обратите внимание какое там море точнее небо красивое пляж слегка деформировался опять как видите весь каменный слой ушел сюда вот ближе к улице но тем не менее как вы понимаете галька куда-то исчезла точнее песочек куда-то еще галька вернулась пойдемте дальше покажу вам все что вижу вообще знаете я заметил кто факт что в 4 утра когда я здесь гулял в районе 4 до 5 утра я думал что я проспал эпицентр нет эпицентр шторма я не проспал он на мой взгляд случился как раз в промежутке между пятью и восьми часами утра вот потому что когда я пришел сюда вчера я просто был удивлен 4 утра здесь такого не было как вы понимаете все запротоколировано ролики есть вы можете сравнить сами посмотреть да здесь было очень много воды прям я шел по воде но такое количество песка конечно я не наблюдал но сейчас конечно ведь его разгребли вправо-влево люди гуляют прям по нему вот обращаю ваше внимание еще раз год и песочка морского вынесла сюда про грифоны спрашивали часы и покажу тоже счастью стекло в ресторане кавказ отели кавказ не не пострадала все нормально здесь вот порядка я не знаю скольких метров вот можно в принципе посмотреть ну где-то от до сантиметров 70 80 песка только хотя возможно вы видите от гребали от кавказа как раз связи с этим такая горка образовалась ну так я думаю сантиметров 30-40 точно балясины пожалуйста выбило полностью что касается грифона вот обратите внимание носика нету все дело в том что я еще ночью показывал вам что грифоны стояли вот на тех вот платформах металлических а за ними поставили вот такие вот бетонные плиты прям за ними в итоге волна такую площадь то заметила и повалила естественно бетонную плиту бетонная плита валит платформу на которой стоят грифоны в итоге грифоны без клювов вот такая вот проблемка сами отели здания к счастью не пострадали там немножечко я показывал вам стекло где-то вы было где-то роллставни то есть значительных повреждений все таки нет больше всего пострадала вот это вот ограждение как вы видите все собирается убирается в куче придет техника и все это вывезет отель шторм эти вход одна группа нормально а вот там где сопрано там вот вынесла роллставни вынесла двери опять же вот такая вот куча песка большущая как видите потихоньку все разгребает убирает я так думаю что попозже придет строительная техника и все это выгребет все гораздо гораздо быстрее здесь мы тоже с вами ходили в 4 утра вы все сами видели своими глазами ох ребятки читая комментарии понимаешь что люди блин я не знаю что за люди некоторые не люди вообще я бы сказал часто встает вопрос в этом году будет цена выше да она будет выше но на инфляцию так как я уже вам 20 раз повторяю что дома которые сдают комки не пострадали заведение вот данном случае кафе виноград ведь и столовая на не пострадала те кто готовился заранее вот допустим здесь вот как он без называется дом смотрите поставили эти мешочки двери не пострадали все цветочки все поубирали море туда просто не дошло ролл ставня да вот но есть такое но это же мало значительно не в тех крица объемах обратном пути надо будет доль моря пройтись показать навесы пострадали все это восстановится проблемы не такие уж и большие если честно балясины так они в принципе каждый год если вы смотрите ролики на протяжении трех лет я снимал пару раз и как минимум уже показывал какие были проблемы и что их по уносила вон туда он ну наверно метров 30-40 вперед ним песок идет уже на убыль морской немножечко досточек все больше никаких проблем там нет здесь все накрыли закрыли спрятали начали расчищать можем сайте сейчас посмотреть колледж у нас утренний обзор я не обратил внимание на тот термометр который был чокнутым сейчас пойдем посмотрим на тот который не чокнутый увидите сами вот она где вся галька в принципе трактор и быстренько соберет и везет вернет туда где она должна быть проблем не будет температура воздуха с утра сегодня если не ошибаюсь вроде 12 градусов вот так вот показывает еще раз напоминаю вам друзья что дальше набережной проблем никаких вообще нет до было на полу а там упало дерево здесь вот но это дочь уже господи эти кучки там уже появились искусственно мне так кажется туда доносили бревнышки потому что была вот эта вот одна куча и и потихонечку разбирают люди видите в кучу складывают видимо для вывоза может кто-то себе домой хочет уже забрать деревяшки то они хорошие гореть будет классно кафе маяк мы видели его уже какого-то вчерашнем позавчерашнем ролике уже работают а я еще говорил маме к приходил тебе тут надо работать а маме к уже здесь с утра до видео видел 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 я ходил как раз ночью тут все смотрел я еще внутри же был а то здесь был да мне машину плавала здесь блять ясно ну давай удачи восстановится все нормально сегодня все восстановлю сегодня все восстановят так что все будет хорошо никакой паники ребят все делаются хозяева на месте оказываться от маме год здесь был все сделают я так думаю что сделают кратчайшие сроки до валясина наверно там займут определенное количество по времени на ведение порядка как видите в этой части уже мы приближаемся к улице социалистической уже уже так все гораздо гораздо лучше улица ушакова опять же повторюсь давайте зайду даже туда чтобы у вас было представление вот вы с вами мы с вами идем кучки 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 опять же я так думаю что кучки уже искусственно созданные дрова ведь его выносят вывозят жители у нас еще есть ряд домов которых нету газового отопления и они с радостью забирают эти дровские бревнышки вот пожалуйста здесь уже даже упоминание о шторме никакого нет здесь заборчики целые дома целые все хорошо дальше уже и смысла нет уйти потому что там уже сто процентов хорошо как правило точнее в большинстве своем пострадала пляжная вот эта инфраструктура вот эти вот бунгало деревянные которые стояли там такие навесные строения вот они и пострадали большей степени то все эти доски бревна вот это это из них то что стояло вот на пляже урны навеса немножечко вот дальше все хорошо дальше вглубь поселка все вообще без проблем все это уберется кратчайшие сроки я обязательном порядке похожу поснимаю вам покажу все то есть мы с вами будем чуть ли не в прямом эфире наблюдать как восстанавливается чисто прибрежная полоса что касается по нас строили сами понимаете эти объекты строили это вообще это улица набежная эта улица раньше жладко не было таким прям супер крутым курортным поселком поэтому эта улица и здесь на этой улице жили люди поколениями самого берега моря поэтому и дома здесь появились что касается киосков ну кому то нравится кому то не нравится тут можно немножко поспорить а море сегодня такой я кстати пойду обратно для канала природа вдоль моря пойду и поснимаю как раз на заката на восход извините пойду ну на этом мы не прощаемся я не знаю то ли сейчас пойти прогуляться сторону марины и тех самых домиков то ли может быть сделать это несколько попозже хотя вроде бы достаточно светло чтобы пойти прогуляться и так этот ролик на улице социалистической мы заканчиваем здесь вот много много песка там уже вот буквально видите такой же пола как мой стоит там все чистенько аккуратненько и никаких проблем нет всем доброе утро не буду делать еще больше утренний ролик пойду лучше погуляю еще поснимаю